Стремительные удары локтями будут грозным оружием омских тайбоксеров в ближайших соревнованиях. Новые приемы бойцы отрабатывают на специальных тренировках. На одной из них побывал также Владимир Остомин. Резкие удары локтями – мощное оружие тайского бокса. Очень эффективное, но сложное. Понять нюансы может только хорошо подготовленный боец. Объяснить опытный тренер. Наставник омских спортсменов Олег Кудринский изучал технику ударов локтями у ведущих мастеров Таиланда. Тут свои элементы, своя техника, то есть как бы своя защита, контратаки. И просто нанести удар локтем достаточно проблематично, а не посвященному человеку, который не отрабатывает это. То есть как бы мы уделяем акцент на то, что с элементами базовой техники муай-тай мы как бы включаем акцент на локте. По словам Кудринского, время обучения пришло. В омской команде есть группа молодых, талантливых спортсменов. Они завоевали право выступать в международных соревнованиях. Даже один-два элемента, которые они запомнят, наработают, они дадут возможность как бы прогрессировать. Прогрессировать в чем? Прогрессировать в том, что спортсмену, который это не изучал, эту технику, будет достаточно сложно как бы варьировать с этим бойцом. Есть первые успехи. Стиль наших бойцов – скорость, натиск, разнообразие приемов. В развитии атаки остаются мгновения для неожиданного удара. Молодые бойцы Евгений Соболев, братья Дмитрий и Евгений Бабеевы быстро освоили базовые локтевые удары – встречный и боковой. Вот мы начинаем бить, и когда он начинает отлететь, вот именно в этот момент, когда ты ударил, и он на тебя летит. Вот тут надо составлять локоть. Допустим, ударил ногой, он на тебя полетел, уклонился и локтем. И пройдет. Сложные удары бойцы повторяли по действиям лидера омской команды Владислава Попова. В карьере чемпиона мира десятки нокаутов локтями. Сейчас Влад отрабатывает самые сложные удары – короткие, в клинче и с разворота. Эти атаки спортсмен готовит поединком чемпионата мира. В этом ударе надо именно выдержать дистанцию и поймать соперника на встречу. То есть дернул соперник, ну обманным движением дернул соперник, подумал, что вы на него пойдете, пошел на вас. И в этот момент разворачиваемся и бьем локтем. Главный турнир тайских боксеров пройдет в марте. Через две недели омичи начнут выступать в областных и всероссийских соревнованиях. Применить новые атакующие комбинации с ударами локтями омские тайбоксеры смогут совсем скоро. 26 января в центре единоборств пройдет новый турнир из серии «Один на один». Владимир Истомин, Сергей Гаврилов, Антенна Си.